Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Не могу выйти замуж, хотя я достаточно красива и обеспечена. Почему? Конечно, священник не гадалка, чтобы предречь вам обреченность на безбрачие или пообещать в следующем году существенные изменения в вашей личной жизни. Но устроение семейной жизни, приходится признать, это все-таки событие одной из самых главных в жизни человека, особенно женщины, которая совершается на небесах по-народному, по вере, которая вполне справедлива. Мы верим, что такое глубокое единство между людьми, которое позволяет им однажды, сочетавшись, став родителями общих детей, пройти всю жизнь рука об руку, сохранить свое единство друг с другом и со Христом в течение всей земной жизни, так, чтобы являться и сонаследниками вечного блаженства, по слову апостола Павла. Настоящий благословенный семейный союз, по определению одного из русских религиозных философов, является обломком рая, то есть там есть некоторая полнота Богом устроенной радость и блаженство, и духовное единство под единой головой Христом, и душевное, которое проявляется в единомыслии, единодушии, в общих вкусах, интересах, на чуткости друг к другу и к окружающей жизни, к другим людям, единство в воспитательных стратегиях, в отношении детей, и физическое единство, которое также является источником блаженства, радости, утешения для обоих. И таким образом, благословенный союз — это действительно некоторый образ такого полного благоустройства, где и весь трехсоставный человек находит приложение силам своей личности, которые помогают ему развиваться и радоваться жизни, и переживать чувство полноты бытия. И как встретить этого спутника? Видите ли, в своем ответе я не могу под наименование счастливой встречи, союза, подвести современные способы проведения времени вместе. Видите различные союзы, в которых сейчас потопают наши соотечественники, не считая для себя это проклятием и несчастьем, тяжким грехом и разрушением. Разумеется, плотские отношения ни к чему не обязывающие, плотские отношения не освещенные благодатью венчания и решимостью создания, верной, крепкой, многодетной семьи. Они вообще не подходят под предмет вожделения, эти виды сожительства. Поэтому если кто-то из вопрошающих обращается к священнику, а это нередко бывает, батюшка, от меня парень ушел, помолитесь, как мне помолиться? Мы должны встретиться, и я так к нему привязан, хоть он и подонок, и часто непорядочно со мной поступал, но мне все-таки надо, чтобы он был со мной. Я без этого сама не своя. Конечно, священник вовсе не лекарство молитвы предложит в этом случае об исполнении безрассудного, безумного, губительного желания, предлагает в этом случае, а предлагает покаяние душе, чтобы она исцелилась от своего рокового и разрушительного пристрастия и, храня себя в чистоте телесной, молилась Господу о послании ей совсем иных отношений, иной любви, иного союза, который был бы подлинно и спасительным, и украшением для ее души и тела, который был бы настоящей семьей. Так что в этом рассуждении нетрудно усмотреть первую причину того, что человек не обрел желанного союза, не то пока что ищет. И Господь милостивный не попускает вам ту встречу, которая, быть может, привела бы вас вовсе не к восхождению по ступеням благочестия, а, напротив, к еще большему повреждению души вашей. Если та встреча, о которой вы мечтаете, то единство, которое вам рисуется, вовсе не представляет из себя то по-настоящему благословенное и глубоко объединяющее вас собрание, которое будет служить спасению обоих и воспитанию в вере деток, которые являются и следствием вашего союза, вашего брака, вашей близости. Нужно пересматривать свои отношения к браку. Когда душа трудится над собой, когда покаянные молитвенные труды, жертвенное служение близким становится в порядке вещей в ее жизни, то модус восприятия окружающей действительности, и в том числе лиц противоположного пола, а тем более вопрошающие, замечают, что она хороша собой. Как правило, в этом случае недостатка мужского внимания-то нету. Но по-другому сама невеста будущая взирает уже на окружающих ее представителей мужского пола, неравнодушных к ней и имеющих расположение на сближении. Когда сам брак будет восприниматься вами как святыня, как поприще вашего жертвенного служения и христианской жизни, о котором сказал апостол Павел, брак свят супружеской ложи непорочный, спасется женщина чадородием своим пребыванием в целомудрии и при семье, которой она размышляет как о пристани чистоты, а не о каком-то особенно удобном и исполненном наслаждении для нее новых способов проведения своего жизненного времени. Здесь, как вы понимаете, главную роль в этом изменении внутреннего расположения будет играть ваша молитва, ваша церковная жизнь, ваши исповеди, причащения, которые помогут вам свое собственное отношение к будущему браку возвысить и сделать для себя уже узнаваемым. Так что вы уже не ошибетесь в выборе того из соискателей ваших руки и сердца, кто действительно составит полноту вашего счастья. К очищению своей дороги на пути к будущему семейному счастью, несомненно, большую роль имеет разбор прежде сложившихся завалов. А это совершается покаянием. Многие оставляют на каких-то дальних полочках своей памяти, иногда даже и в каком-то приукрашенно прекрасном виде воспоминания о своих ошибках молодости, о своих греховных падениях, о своих первых и беззаконных опытах плотской близости. И вовсе не какой-то пояс безбрачия или чьи-то сглазые наговоры порабощают душу, пленяют ее, делают ее какой-то скукоженной и обремененной, а именно эти самые нераскаянные грехи молодости, в том числе и плотские, в которых душа вроде как и не чувствует потребности каяться, а напротив, как я сказал, еще и романтизирует их, храня их как воспоминания особого счастья, полноты радости. А по духовной реальности это сгнившие, дохлые животные, которые остаются невынесены из какой-то храмины и источают в этой храме, если не видно откуда, оно берется в какой-то таинственной зловонии. Так и душе, несомненно, мешает этот минувший опыт, который можно смело назвать греховным, если он не исповедан, если всеми своими силами душа еще не произвела генеральной уборки, этого исповедального очищения собственной души, собственной жизни от прежде свершившихся грехов. Что еще является важнейшим условием милости Божьей, которое проявится в строении вашей будущей счастливой встречи? Священное Писание указывает важные обстоятельства. Молитвами родителей утверждаются дома детей. Поэтому, думая о совершении своего будущего семейства, нельзя оставить вне особого внимания свои отношения с родителями. Если родители тобою огорчены, если с родителями затянувшаяся размолвка и отношения тягостные, нетерпимые, это говорит о том, что родительской молитвы за вас нет. А это очень серьезная связь детей и родителей. И когда Господь в заповеди говорит «Чти Отца Твоего и Матерь Твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земли». В данном случае долголетие, оно, несомненно, связано с благоустроением и наличной семейной жизни. Речь ведь не о монашестве на долголетнем в этой заповеди, которую еще ветхозаветные люди получили от Бога, и она остается актуальной, ибо любовь к Богу, любовь ко Христу побуждает еще к большему единству, любовному попечению, жертвенному служению, духовному единству со своими родителями. Потому и в новозаветном чинопоследовании таинства венчания об этом и напоминается, и упоминается. И когда священник вместе с венчающимися упоминает родителей, тех, кто вступает в брак, живы они или усопшие, то слово об их молитвенном содействии, счастью молодых, является непраздным. Потому видел я и многократно по жизни, что воздавшие свой долг сыновней, дочерней родителям, иногда находящимся в тяжелой болезни, страждущим, пребывающим в расслаблении иногда и умственной слабости, когда уже с всеми заботами проводят в мир иной своих престарелых родителей, тогда и обретают от Господа чудесным образом устроение всей своей личной жизни и в том числе семейных уз. Есть в этом таинственная связь, потому бросивший своих родителей на произвол судьбы или питающий к ним холодность в связи с тем, что они уже не столько необходимы, как благодетели, кормители, воспитатели, а уже представляют только какое-то обременение для человека, устремленного к своей будущей благополучной и сытой полной удовольствии жизни, вот правда Божья не пускает человека, не устроившего свои отношения с родителями, даже и тяжелыми в общении, не допускает им и счастливых изменений в их собственной молодой жизни. Мало того, заповедь Божия предписывает, а ща обезумит родитель твой, почтительности твоей не оставляй. И если хочешь ты своего будущего устроения, то позаботься о том, чтобы тыл твой, твоя связь с родителями, их благодарная о тебе к Богу молитва стали бы уже духовной реальностью, которая не замедлит отразиться и в установлении твоих собственных благополучных путей жизни. И, наконец, очень важно в устроении семьи своей не считать этапом, приближающим это устроение, плотские отношения в качестве проверки, подходите ли вы друг к другу. Это роковая ошибка. Святитель Иоанн Златоуст говорит, блуд — это не подготовка к браку, а состояние ему противоположное. Потому, вывалившись из каких-то очередных незаконных объятий, не встретит по промыслу Божьему свое настоящее, верное, долговременное, но только тот, кто наберется решимости претерпеть трудности времени, чистой жизни, воздержания посреди окружающего мира, который, конечно же, сейчас совсем не отличается общими расположениями к целомудрию, к чистоте до законного венчанного брака. Но, поверьте, именно это требует Господь и повелевает сделать при уготовлении к законному и счастливому браку, который у него для вас, быть может, уже заготовлен. Но не постигает нас божественная милость тогда, когда мы оказываемся сами, делаем сами себя ее недостойной, в том числе, опережая события нашего единства, в том числе и телесного, вступлением в состояние тяжкого смертного греха, блудное отношение до самого вступления в брак, до благословения церковного на единство, в том числе и телесное. Один наш замечательный пастырь, царство ему небесное, отец Дмитрий Смирнов, говорил, что, будь девушки российские стыдливей и недоступней, не размениваясь они при первых предложениях со стороны более активной, расположенной к переходу к близости мужскому полу, не будь они столь уступчивы, то к каждой стояла бы очередь из 20 человек соискателей ее руки и сердца. Но в связи с общим настроением того, что если вовремя достаточно стремительно не пойдешь навстречу плотским пожеланиям твоего ухажера, то и потеряешь его. У него в списке ВКонтакте или в Фейсбуке еще несколько сот достаточно привлекательных молодых особ. Если ты сейчас не воспользуешься его слабостью к тебе, то этим воспользуется десяток других, которые готовы к этому без всяких лишних подготовительных мероприятий. Думается, положившая в своем сердце решимость вот по-христиански проводить время подготовки к будущему браку в обществе своего уже и соискателя руки и сердца, конечно же, не обманется, не будет метаться из стороны в сторону с горьким раскаянием и стыдом от очередных незакончившихся ничем хорошим отношениях, но та, что претерпит, та, что останется верной Богу, непременно обретет вскоре и верного спутника жизни. Да поможет вам в этом Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok